Россия не направит Украине никаких предложений о реструктуризации долгов в 3 миллиарда долларов, пока не получит гарантии МВФ. Это официальное заявление Министерства финансов. И ответ премьеру Юценюку, который решил диктовать свои условия, как Украина хочет и будет возвращать взятые взаймы. Цитирую. Базовое условие уменьшение долга на 20%, перенос всех долгов на 4 года, не хотите, тогда вы получите. Решение правительства Украины о введении моратория на выплату России 3 миллиардов. Конец цитаты. Причем на саммите 20-ки в Анталии президент Путин предложил, что Россия готова рассрочить платеж на 2016-2018 годы по 1 миллиарду в год. А это даже лучшие условия, чем просил МВФ. Нас просили перенести этот платеж на следующий год в объеме 3 миллиардов. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию. Мы готовы в этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году получить миллиард в 2016-м, в 2017-м еще миллиард и в 2018-м еще один миллиард. Но поскольку наши партнеры уверены, что кредитоспособность украинского государства будет расти, и у нас нет оснований сомневаться в том, что мы получим даже 3 миллиарда в следующем году, а если это так, то нет никаких опасений у наших партнеров выставить гарантии по этому кредиту. И мы попросили таких гарантий либо от правительства Соединенных Штатов, либо от Евросоюза, либо от одного из солидных международных финансовых институтов. Причем мы надеемся, что этот вопрос будет решен до начала декабря текущего года в силу определенного графика работы МВФ. Предложила эту реструктуризацию Москва, чтобы МВФ не пришлось менять политику по кредитованию стран с просроченной задолженностью. Взамен попросили лишь гарантию, либо со стороны США, либо Европы. МВФ при этом с российским требованием согласился и даже признал долг Украины суверенным, а не коммерческим, как настаивал Киев. Ведь шли деньги от государства к государству на государственные нужды. Во-первых, пора перестать выкаблучиваться по поводу признания суверенного характера этого долга. Для всех честных людей всем понятно, что речь идёт о обязательстве, которое возникло у Украины как государство, а не у каких-то коммерческих структур. Это совершенно понятно, всё остальное – манипуляции. Второе. Очевидно абсолютно, что если мы такую реструктуризацию делаем, мы должны иметь гарантии, что в какой-то момент нас не пошлют подальше. К сожалению, нынешняя экономическая ситуация на Украине к этому сильно располагает. Ну и, наконец, самое последнее. В конце декабря месяца наступает дефолт по этому кредиту. И если не будет принято этих решений, соответственно, мы исходим из того, что Украина как государство будет в просрочке. Или, выражаясь иностранными терминами, в дефолте. Судя по всему, европейцы очень остро воспринимают всё, что связано и с деньгами, и с обязательствами Украины. Ведь на неделе Евросоюз заявил, что не будет компенсировать Киеву потери от продуктового эмбарго, вводимого России. С формулировкой «Россия предупреждала давно, она так защищает свой рынок, у вас было время подготовиться, Украина получила и так немало средств от Евросоюза». Такое же раздражение вызывают и разговоры о выполнении Киевом минских соглашений. Ведь для европейцев это прозрачно. Взял взаймы – отдай. Пообещал – сделал. Или не бери и не обещай. На неделе журналист телекомпании Deutsche Welle добивался от президента Порошенко ответы на вопрос «Почему не соблюдаете минские протоколы о прекращении огня?» Мы делаем всё, что обещаем. Да, но почему тогда ведутся ракетные обстрелы на востоке Украины, хотя их не должно быть сегодня, в ноябре? Я цитирую доклад УБСЕ двухдневной давности. Нет. Да. Нет. Да, они же сообщили об этом. Нет. Да, системы ГРАД ваши. Нет, потому что наша позиция совершенно ясная. Мы полностью готовы сотрудничать с УБСЕ. Но почему тогда они сообщают, что ваши ГРАДы находятся там, где они не должны находиться? Нет. Да. Окей, Тим, если вы позволите мне, пожалуйста. Извините, если позволите. У нас есть длинный список докладов, и я ответственно заявляю, что мы выполнили все мелкие обязательства в рамках минских соглашений. Значит, доклад УБСЕ не точный? Нет. У нас нет ни одного пункта, который бы мы не выполнили. Тогда они ошибаются. Тим, пожалуйста. Но не могут быть одновременно правы и УБСЕ, и вы. Тим, пожалуйста, если вы дадите мне одну минуту... Спасибо. Мы ответственный участник минских соглашений, полностью сотрудничаем с УБСЕ. У нас это был единичный случай, но мы немедленно отвели через 40 минут после визита наблюдателей. Они зафиксировали вооружение в 500 метрах от 23-километровой линии. Наблюдатели это обнаружили, и мы немедленно это убрали. Вот так мы сотрудничаем с УБСЕ. Не то, чтобы мы не допускали их, наблюдателей, к вооружению. И тем более мы не направляем оружие против наблюдателей. И вот цифры только за прошедшие сутки. По данным самопровозглашенных Донбасских республик, под Донецком вооруженные силы Украины 14 раз нарушали режим тишины, обстреливая пригороды. А под Луганск стягивается украинская крупнокалиберная военная техника в нарушении всех соглашений. Наблюдатели говорят о резком обострении ситуации на Востоке. И этой же ночью два взрыва прогремели уже в Херсонской области. Были подорваны две остававшиеся в строю линии ЛЭП, питающие Крым. Судя по всему, эта диверсия – дело рук крымско-татарских активистов и правого сектора, которые сначала пытались устроить продуктовую блокаду Крыма, а теперь решили полуостров обесточить. МЧС постаралась наладить автономное электроснабжение социально значимых объектов. Аэропорт Симферополя также перешел на собственные источники питания. Рейсы выполняются без задержек. На данный момент более полутора миллионов крымчан остаются без света. Украинские ремонтники обещали, что одну из выших починят за сутки. Но ремонт начнется, сообщают в Киеве, после того, как будет разминирована территория вокруг ЛЭП. А представитель Украинерго заявляет, что неизвестные не подпускают ремонтные бригады к месту поломки. Российские энергетики предложили свою помощь, но украинцы отказались, сославшись на то, что все смогут сделать сами. В результате понедельник объявлен в Крыму и Севастополе выходным днем из-за блэкаута на территории полуострова веерное отключение света и воды. Когда Украина возобновит поставки электричества, неизвестно. Энергетики говорят, что ликвидация последствий взрывов займет около четырех дней.